Добрый день! Какие сложности, как устраиваетесь? Добрый день! Будем очень рады услышать вашу стиву. Добрый день, уважаемые родители и коллеги! Пытаюсь загрузить сейчас презентацию. Пока скажу несколько слов. Собственно, условия у нас сейчас нестандартные. И мы тоже попали в эти же условия совершенно неожиданно. Опыта работы дистанционной с группой детей у меня не было. Был опыт работы по скайпу индивидуально с ребенком нормотипичным, с ребенком с РАС. А вот с группой детей не было. Это мой первый опыт. Я бы с вами с удовольствием им поделюсь. Собственно, проработали мы всего 4 дня, потому что эта неделя последняя у нас была. Ну вот сейчас текущая у нас каникулы. А предыдущая неделя у нас началась со вторника у моей уроки, потому что у меня в понедельник нерабочий день. Значит, я вам расскажу про свой класс. У меня в классе учатся все дети с РАС. По программе 8.2 в классе 12 человек и у нас первый год обучения. Прямо по дням. Подключились мы, как положено, в 9 утра, как у нас начинаются уроки. Единственное, что, конечно, нашим детям, наши дети не могут пользоваться самостоятельно компьютером в нужном режиме. Они не могут самостоятельно себя проконтролировать, поэтому, конечно, с каждым ребенком должен сидеть какой-то взрослый. Мама, папа, старший брат, сестра и так далее. Значит, когда мы подключились в Сету, ребята увидели своих одноклассников, которых некоторые не видели уже довольно продолжительное время, потому что у нас перед тем, как мы ушли на карантин, у нас была неделя по выбору. И из класса только 5 или 6 детей посещало занятия, остальные находились дома. Поэтому, конечно, дети друг по другу соскучились и очень радостно друг друга приветствовали, видели, махали друг друга руками, шумели, кричали, в общем, очень перевозбудились. Вот, родители стали пытаться детей урезонить, утихомирить. Получилось, что у нас 12 детей, 12 родителей и еще я. Значит, 25 человек, которые пытаются друг друга голосом перекрыть и так далее. В общем, действительно, дети очень быстро перегрузились сенсорно. И надо сказать, что и взрослые тоже перегрузились сенсорно, поэтому я предложила выключить все микрофоны. И мы продолжили урок. Ой, не туда. Извините. Вот это уже второй день у нас. Вот так выглядит наше занятие. Это фото со скайпа. Кроме того, что мы работали по скайпу, постоянно мы держали связь с родителем по WhatsApp, потому что туда я высылала задания для классной работы, высылала задания для домашней работы, отвечала на вопросы, которые возникают параллельно и давала рекомендации. Кроме того, по WhatsApp мне присылали выполненные классные и домашние работы. Значит, в первый день, после первого дня мне написали родители одной девочки, что поскольку они от скайпа отключились очень быстро, то девочка не хотела с ними заниматься, и целый день они делали уроки. И, в общем, это было одно мучение. Девочка делать уроки никак не хотела, это затянулось очень ненадолго. Во второй день мы договорились с родителями, что мы включаем микрофоны, здороваемся и потом работаем с выключенными микрофонами. Все, кроме меня, выключили микрофоны. Ну, вот это уже, видите, какое хорошее настроение у детей. Значит, они друг друга поприветствовали и начали работать. Сейчас я покажу маленькое видео. Три пальца держи на левой ручке. Это у нас математическая разминка. Запись тоже со скайпа. Так, молодцы, Васька, молодец, Ташечка, молодец. Четвертую страницу. Хорошо, Тёмка, давай ты отключи микрофон, а то мы тебя очень все слышим. А мы считаем на пальчиках пока. От восьми отнимаем семь. Дашуль, не вижу твои пальчики. Вот, молодец. Давай, восемь пальчиков. Покажи, Дашуль. Отнимай. Семь, пять, где пять? Шесть, семь, шесть, семь. А, Тёмочка, а у меня отключите, пожалуйста, Тёме микрофон. Почему-то у меня тоже нету видео. Так. Так. Хорошо. Остался один, да? К одному прибавляем восемь. Что легче, к одному прибавить восемь или к восьми прибавить один? А потом на ступиатую. К восьми прибавить один, да? Показываем восемь пальчиков. Так. Ярославку вижу. Никиту вижу. Открыть восемь пальчиков. Вот так. Прибавляем один. Один прибавляем. Как теперь уйти? Почему-то, почему-то не заработало видео, не знаю. Мы традиционно считаем на пальцах с детьми. В начале урока мы работаем с пальчиками, считаем в пределах десяти. Я смотрела на то, как они работают, видела все их пальчики и выслышали, давала комментарии. После второго дня выяснилось, что один мальчик так и не смог заниматься вместе со всеми по скайпу. Стал уползать под стол. А девочка одна увидела себя на мониторе, испугалась и тоже убежала. Существовала с родителями договоренность, что те, кому некомфортно заниматься по скайпу, могут отключиться, могут отключить видео, могут отключить вообще скайп и работать с детьми самостоятельно. И все вопросы задавать мне по WhatsApp, потому что так гораздо проще. Я уже сказала, что все работы, которые дети делают с родителями, мне высылаются и дети получают оценку. Я проверяю все. Вот вы видите, как работа по нахождению треугольников выполнена дома ребенком с мамой. И внизу мой комментарий, потому что, на мой взгляд, мама достаточно удачно поняла, как нужно объяснить ребенку, как найти здесь шесть треугольников. Не все родители справились с нахождением шести треугольников. Обязательно, конечно, давать обратную связь. Вы видите, что здесь написано то, что я пишу детям. Прошу родителей, чтобы они давали со своих телефонов детям прочитать мои комментарии и мое одобрение, потому что для детей это очень важно. Но вот видите, что я все задания, все выполненные работы комментирую, потому что иногда родители что-то пропускают, что-то недопонимают, как надо делать. Поэтому, конечно, здесь работа учителя должна проводиться такая же, как в классе. Та девочка, у которой были проблемы с выполнением классной работы и домашней, подключившись к скайпу, работала вместе с классом. Конечно, рядом с ней сидел папа, но она работала вместе с другими, работала достаточно успешно и до 12 уже успела сделать всю классную домашнюю работу. На третий день мы включили микрофоны, друг друга поприветствовали и попробовали провести устный счет с включенными микрофонами. Надо сказать, что посчитали мы довольно прилично, потом стало шумновато, мы микрофон отключили. Начали работать по учебнику, продолжили работу. Какие-то дети скайп покинули, потому что одна девочка минут через 20 после начала занятия очень сильно перевозбуждалась. И потом в течение нескольких часов ее трудно было привести в норму. Кто-то так и не смог пользоваться скайпом, в частности тот мальчик, который прятался под стол. Поэтому нас осталось 9 человек. И я предложила включить микрофоны. И надо сказать, что до конца урока мы проработали прекрасно с микрофонами. И следующий урок письма, который в принципе более тихий, чем урок математики, мы проработали с включенными микрофонами. Сейчас попробую запустить следующее видео. Вот, тут видно хотя бы что-то. Шести прибавить один. Шести прибавить один. Шесть пальцев. Шесть пальцев. Прибавляем один. Прибавляем один. Варюш, не вижу. Шесть пальцев показывай. Шесть, Варюш. Шесть пальцев показывай. Сколько пальцев показывай? Прибавляем один. Варюш, сколько пальцев показывай? Прибавляем один. На стола? Семь. Семь. Настя, я плохо вижу твои пальчики. Чаня, твои пальчики вообще не вижу. Ты их где-то под столом держишь, я их не вижу. Так, хорошо. От семи. Отнимаем три. Раз. Два. Покажи. Три. Так. Покажи. 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 Пожалуйста. От семи отнимаем три. Начинаем с этой ручки. Покажи. Раз. Два. Три. Получилось четыре. Четырем. Прибавляем. Четыре. Раз. Прибавляем. Два. Три. Четыре. Сколько получилось? Восемь. Восемь. Отлично. Молодцы. Ага. Так. Ерош, удобнее, чтобы на одной ручке было пять пальчиков, а на другой три. Так будет потом проще считать. Подождите. Подождите. Восемь держу. Восемь держу. Нет. Мне рассталось семь. Так. От восьми. Отнимаем. Отнимаем. Шесть. Пять. Отнимаем. Шесть. Пять. Видимо, закончилось видео. Ну и вот наш четвёртый день. Наш четвёртый день. Все дети уже работали со включёнными микрофонами. Мы их даже не отключали. Ну, кроме тех, кто не смог работать по скайпу. Значит, ещё одна девочка у нас в классе есть. Она делает всё очень быстро, правильно, быстро. И после того, как она сделает, она начинает громко говорить. В условиях класса её тьютор занимает какой-то дополнительной работой, даёт ей дополнительные задания. Здесь нет такой возможности, не было. Поэтому мама своевременно отключала звук, чтобы нас она не перекрывала голосом. Дети очень хорошо освоились в работе со скайпом. И даже уже многие начинали показывать мне свои работы. поднимали, когда я говорила, что я не вижу, сделал ты задачу или нет, то они поднимали свои учебники, подносили к камерам. В общем, даже им было, по-моему, интересно. Всё равно мне, конечно, не было видно, потому что они подносили к камерам совсем не то, что требовалось, но, тем не менее, всё равно они получали своё одобрение и с удовольствием работали дальше. Ну вот, это наш четвёртый день. Вот так мы работаем. Сейчас попробую запустить ещё одно видео. Вы можете отключать микрофон в телевидении, чтобы подняться к экрану? Что-что? Можете нажать в видеомикрофон? Спасибо. Спасибо. Сколько всего звёзд Зажгнусь справа и слева отмечится. Что, почернём? Сколько всего? Как мы решаем пример, сколько всего? На меня посмотрите. Сколько всего? Плюс. Сколько всего? Плюс, конечно. Решаем примерчик. Находим, сколько звёзд. Миш, как ты запишешь пример? Как запишешь пример? Сколько всего? Немалично. Ты слышала задачу? Потеряла, да, Варю? Слева звёзд, слева звезды, заслезли две жёлтые звезды. Справа столько. Мать, я написала. Только всего. Написала, отлично. Не пойму, как включить презентацию дальше. Ага, вот, спасибо. Вот это те работы, которые прислали мне дети. Ну, родители, вернее, да, выполненные работы. Всё, я проверила, всё сделала. Надо сказать, что мы работаем очень много, работаем в учебниках. И в рабочих тетрадях, естественно, мы всё пишем, но и в учебниках мы тоже пишем карандашом для того, чтобы сэкономить время. Детям пока писать очень трудно, тем более помещаться в те клеточки на нужном расстоянии, которые требуются. Поэтому мы потратим на это просто очень много времени, ну, достаточно бесполезно, которые мы могли бы провести с пользой. Поэтому мы работаем, много работаем в учебниках. И это вот здесь видно. И движемся вперёд довольно уверенно. Ну, вот это другая работа. Тоже с комментариями, с комментариями моими и с комментариями, соответственно, мамиными или папиными. Обязательно нужно создавать детям ситуацию успеха. И очень часто бывает, что я пишу комментарии, что умница, молодец, отлично, пять с плюсом. А потом пишу следующим уже, следующей строкой в WhatsApp, что доделайте, пожалуйста, подчеркните жиши или вставьте там какую-то букву и так далее. Но ребёнка обязательно нужно похвалить за выполненную работу. Сейчас попробую последнее ещё видео. Я надеюсь, что получится. Дорогая Мария Иовсина, все мои задания выбраны. Можете ли вы обрадоваться и похлопать в ладоши? Вы обрадоваться и похлопать в ладоши? Ну, положение. Не знаю, слышно было или нет. Это мальчик, который выполнил работу, попросил маму, чтобы его сфотографировали на видео и мне выслали. Ну, это бывает очень приятно. Конечно, приходится много отвечать на вопросы родителей, потому что, ну, во-первых, родители не педагоги и не знают, как правильно объяснить тот или иной материал. Во-вторых, надо сказать, что со своим ребёнком всегда работать труднее, чем с чужими. И это касается и родителей не педагогов, но и родителей педагогов в том числе. Поэтому нужно это учитывать и понимать, что родители оказались довольно в трудной ситуации. Что ещё очень важно при дистантном обучении? При дистантном обучении очень важно иметь рабочую тетрадь или учебник, или то и другое, напечатанное в хорошем качестве. Потому что всё то, что можно посмотреть в интернете, можно прислать по почте. Во-первых, не всегда у родителей есть принтер для того, чтобы это скачать и распечатать. Во-вторых, даже если это скачано и распечатано, то это будет серого цвета и работать поэтому очень неудобно, потому что видно плохо. Кроме того, работать, например, на экране, на компьютере тоже не всегда возможно в скачанных материалах, потому что они в том формате, в который невозможно вставить буквки, например. Поэтому, конечно, нужно иметь под рукой то, в чём возможно работать. И если этого недостаточно, то, к сожалению, тут интернет нам не в помощь. Потому что это, опять же, дети младших классов, и с ними эта форма работы неудобна. Значит, если в классе часто очень возникают вопросы, что дети все разного уровня, дети все разного темпа. Значит, нужно определить, какой объём работы из предложенной должен выполнять каждый ученик. То есть это должен быть какой-то минимальный объём работы, с которым могут справиться все дети. Дальше, в зависимости от уровня ребёнка или его темпа, можно добирать. Об этом нужно договариваться сразу. И, например, если в учебнике представлены, я не знаю, три столбика примеров, то ребёнок с медленным темпом работы или слабенький ребёнок может выполнить только один столбик или одну строчку. Но он это должен сделать качественно. Точно так же, как требуется со всех остальных. Если, например, дети выполняют какое-то упражнение, в котором нужно вставить пропущенные буквы и потом это упражнение списать. Те, у кого плохая моторика, те, кто плохо пишут, могут просто вставить буквы и выполнить всё задание в учебнике, не списывая. Или договориться, что он списывает только первое предложение, четвёртое предложение. Какое важно учителю с точки зрения содержательной. То есть, если помимо того, что вставляются буквы, в предложение нужно ещё найти главные члены, их подчеркнуть, то либо это делается в учебнике, либо выбирается одно предложение, которое ребёнок в состоянии написать. Говорить о том, что учитель должен приготовить всем разные задания, ну это довольно утопично. У учителя, у обычного, 30 человек в классе и готовить, ну как минимум, 5 уровней заданий, это значит, учитель вообще остаётся без сна. Поэтому нужно выбирать правильные учебники с правильными рабочими тетрадями. Ну, наверное, так, да? Задачи. Если в уроке задач обычные дети решают 3 или 4, то слабые дети решают 1, средние дети решают 2 и так далее. Тут уже варьирует учитель и об этом договаривается и при дистантной форме обучения тоже. Невозможно превращать жизнь родителей в бесконечную учёбу тоже на дистанте, потому что многие родители ещё при этом работают и выполняют свои функции рабочие. Поэтому мне кажется, что отличаться дистантное обучение от учёбы в классе не должно использовать какие-то дополнительные резервы в виде разных платформ учебных. Хорошо, но тогда не нужно давать задания, которые вы планировали дать по учебнику, потому что это очень перегружает и детей, и родителей, и совершенно неоправданно. Ну, наверное, всё, что я хотела вам сказать. Сейчас я прочитаю вопросы и отвечу на вопросы. Мария, я откручиваю. Наверное, отсюда, что ли. Так. Спасибо за добрые слова. Человек в классе 12, программа 8.2. Надо сказать, что в примерных образовательных программах, которые даже изданы, программа 8.2 почему-то не очень отличается от программы 8.1, вернее, совсем не отличается, просто повторяется два раза первый класс одно и то же. Значит, нужно программу первого класса постараться разбить так, чтобы выполнить за первый год обучения, ну, хотя бы половину, лучше, побольше. Я планирую с детьми освоить за первый год обучения счёт в пределах 10 и, соответственно, решение задач в этих же пределах. Без перехода через десяток мы должны изучить все буквы. Мы практически уже все буквы прошли. Я не думаю, что мы будем писать какие-то диктанты или что-то такое, но во всяком случае списывать короткие предложения мы уже можем. И изучать орфограммы ЖШИ чаще ЧУЩЩЮ и заглавную букву, конечно, мы тоже это изучаем параллельно. Ну, вот думаю, что на этом мы пока ограничимся. Своим расписанием на неделю. Уроки у нас длятся 40 минут. Я веду в этом классе математику и письмо. Логопед, который работает у нас в школе и со мной на классе, ведёт чтение. Ну, и ещё в одном классе, который учится по программе 8.1, я тоже веду математику. Маленьким обучающимся мультик. Ну, смотря какой мультик. Потому что, ну, за работу, например, выполненную всю классную работу, конечно, можно посмотреть мультик. Стикеры. Я не очень легко владею компьютером на таком уровне. И потом, поскольку я тоже само удалировалась, изолировалась и нахожусь в деревне, то у меня не очень большой трафик интернетный. Образовательный процесс с участием тьютеров. Тьютер. У меня в классе тьютер-1. Тут был такой вопрос. Тьютер-1. Тьютер. Ну, тьютер находится там, где он нужнее. Если ребёнок какой-то демонстрирует нежелательное поведение, значит, тьютер там. И разбирается с этим поведением. Если ребёнку какому-то требуется помощь просто для того, чтобы его ускорить и простимулировать, то тьютер там. Дистанционное обучение для детей с ТМНР – вопрос довольно трудный. Вопрос довольно трудный. Тут нужно искать, наверное, какие-то программы, которые дети могут понимать и которые им будут интересны. Где-то вставить какие-то цифры, где-то вставить какие-то буквы, где-то понять, с какой буквы начинается слово и так далее. Здесь нужно смотреть по всяким образовательным платформам. По каким учебникам вы работаете? Я работаю по учебнику Гейдмана по математике. По учебнику Гейдмана я работаю с классом 8.1. И по учебнику Гейдмана же я работаю с классом 8.2. Но в классе 8.2 я еще параллельно работаю по учебнику Алышевой. Учебник Алышевой – это учебник для коррекционной школы. И, соответственно, рабочие тетради и по Гейдману, и по Алышевой у нас. Мы работаем неделю по учебнику или две по учебнику Алышевой. Ну, в зависимости от тем, я сама это дело контролирую, составляю программу. И родителям накануне пишу, что на этой неделе мы будем работать по учебнику Алышевой. На следующей неделе я могу написать, что мы работаем по учебнику Гейдмана или опять по учебнику Алышевой. По письму мы работаем по тетрадям Ефросининой, ну и тому, что пишу я в качестве образцов, образцы букв, слогов и так далее. Так, не вижу вопросов. Если в семье нет компьютера, что делать? Ну, я ответила, мне кажется, на этот вопрос, потому что я все время говорила, что поддерживаю связь с родителями по WhatsApp. И короткие рекомендации по WhatsApp вполне можно давать как в устной, так и в письменной форме. И если есть у вас учебник, по которому вы работаете с ребенком в классе и дома, то и рабочие тетради, то, соответственно, в этом я не вижу больших проблем, можно работать и без компьютера. Так, занимались ли на какую методику вы собираетесь, и есть ли у вас открытые уроки в интернете? Нет, нет открытых уроков в интернете у меня нет. На какую методику вы собираетесь? Не поняла вопроса. Можно ли будет задать вопрос позже, пожалуйста? Могут ли дети с программой 8.2 и 8.3 заниматься в одном классе? Все ли дети говорящие? Да, как правило, программа все-таки 8.2 предполагает то, что все дети говорящие. Плавание полезно для таких деток, какой формат лучше использовать? На самом деле нашим детям очень полезно заниматься спортом, потому что моторика у всех неважная, крупная моторика неважная и мелкая моторика неважная. Поэтому спортом заниматься обязательно любым, который ребенок не отвергает. Надо сказать, что вообще у Сергея Николаевича тоже прозвучал вопрос о тем или заниматься этим. В обучении любого ребенка и нормотипичного, и любого ребенка с проблемами или с ограниченными возможностями нужно исходить из того, что ребенок готов делать. Нужно идти за его интересом. Если ребенок на любое задание, которое вам кажется самым простым и самым интересным, он выдает реакцию неправильного поведения или отказывается это делать, не нужно ребенка насиловать. Нужно это задание убрать. Вернуться к этому заданию можно будет через какое-то время. И вполне возможно, что ребенок это задание уже примет и начнет его выполнять с удовольствием. Просто уровень дозревания каких-то структур мозговых, он у всех очень разный. Поэтому что-то ребенку дается легко. И это был вопрос тоже у Сергея Николаевича, можно ли при высоком IQ по Векслеру 102 попросить программу 8.2. Наши дети, как правило, имеют серьезные речевые проблемы. И поэтому говорить о том, что их развитие, даже при том, что по Векслеру 102, скорее всего, высокий уровень выполнения невербальных заданий, а уровень выполнения невербальных заданий, как правило, сильно отстает. Поэтому детям трудно. И темп работы может быть довольно низкий. Поэтому если есть возможность обучаться по программе 8.2, то нужно ее использовать. Потом всегда можно перейти на более высокий уровень. Если вы видите, что ребенок хорошо втянулся и тянет программу на уровне сверстников, вполне можно перейти на более высокий уровень. Начать лучше, наверное, все-таки с более низкого. Несмотря на то, что нам по всем приказам все документы предлагают давать детям более высокий уровень. И ПМПК дает более высокий уровень для пробы, а потом можно снизить. Но вот на мой взгляд лучше идти от легкого к более сложному. Поэтому лучше дать сначала по силам ребенку, а потом уже, если силы появляются больше, то можно добирать дальше. Ну, участвует ли тьютер в дистанционном обучении? Ну, это довольно сложно, мне кажется. И непонятно как у каждого ребенка сидит родитель и выполняет роль тьютера. Прописи, я сказала, прописи Ефросининой. Прописи Ефросининой, причем последние прописи Ефросининой, они, ну, на мой взгляд, хуже, потому что там появился звукобуквенный анализ. Звукобуквенный анализ вообще вещь довольно сложная детям в первом классе и не очень нужная, не очень оправданная. Вот, кроме того, наши дети с их нарушенным фономатическим слухом и буквальным восприятием того, что говорится, звукобуквенный анализ им очень вредит, потому что когда ребенку говорят о том, что буква Ё содержит два звука, и крат, Е и О, то наши дети в силу своих особенностей, они будут писать буквально Е, О. И слово Ёлка получится, начнется с буквы и краткое. Поэтому звукобуквенный анализ мы у себя в школе даем детям в четвертом классе, в первом классе не даем. Звукобуквенный анализ вообще можно давать только хорошо читающим детям, и тогда он не повлияет на грамотность, в противном случае повлияет. Да, это вот очень ценно, потому что про звукобуквенный анализ сейчас очень много вопросов, обучающихся по программам Да, я не устаю повторять, и всюду, где я выступаю, я все время говорю о том, что звукобуквенный анализ это, ну как бы мягче сказать, сильно не полезно. Не буду говорить, что это зло, но на самом деле это так. Потому что это филологические изыски, которые не всегда доступны даже взрослым. Поэтому давать их детям, говорить, что они прекрасно работают и понимают звукобуквенный анализ, и прекрасно с этим работают, я бы не стала. Потому что нам из всего курса звукобуквенного анализа нужно понятие гласного-согласного и понятие парного-согласного для того, чтобы потом в дальнейшем в курсе русского языка знать, как правильно написать суп и зуб. Да? Где П, а где Б, и где З, а где С. Вот. Это единственное, что нам нужно. Понятие твердости, мягкости нам вообще не нужно. И оно очень сбивает, когда детям говоришь, что этот согласный мягкий, то дети начинают писать после него мягкий знак. И избавиться от этого, исправить потом это очень-очень трудно. Спасибо большое. Спасибо большое. Это ценное замечание, потому что... Как избегать этот вопрос? Как избегать этого планирования в электронированиях? Ну, я надеюсь, что нас не слушает высокое начальство, но избегать этого невозможно. Пишем одно, делаем другое. К сожалению, таковы реальности. Мы пока не можем ничего с этим сделать. Любая программа по русскому языку предполагает наличие звукобуквенного анализа. Поэтому пишем одно, находим в четвертом классе время для того, чтобы все-таки дать понятие звукобуквенного анализа детям, потому что звукобуквенный анализ встречается в курсе пятого класса. Очень коротко, две недели, но тем не менее он встречается. И, по-моему, даже в экзаменационных работах всяких в девятом и в одиннадцатом классе его нет. Поэтому даже если эта тема будет не освоена, ну, в конце концов, получит ребенок в пятом классе одну двойку. Ну, тоже не страшно. Дети выполняют письменные работы самостоятельно. Конечно, поначалу много приходится работать с рукой, и я и тьютер работаем с рукой, рука в руке, но потихонечку все-таки дети усваивают, овладевают. Я не очень требую прямо каллиграфического, выполнения каллиграфических норм, потому что это детям трудно. У кого-то со временем устаканивается почерк, улучшается, у кого-то остается почерк неважным, в частности, очень у многих наших детей склонность к макрографии. Она так и остается, и тянется, и в средней школе, и дальше. Ну, что поделать? Ничего не поделаешь. Вообще, для тех, кто вопрос тоже был у Сергея Николаевича, отказывается писать письменные буквы, ну, я не знаю. Понимаете, дело в том, что когда... У нас же только начальная школа. Когда ребенок приходит в пятый класс, то мало кто из учителей, наверное, будет готов принимать работу, написанную печатными буквами. Хотя, на мой взгляд, криминала никакого в этом нет. И даже если ребенку дать планшет или компьютер, на котором он будет печатать, потому что у него не вырабатываются навыки каллиграфии, то это тоже не страшно. Я бы взяла тайм-аут и пробовала ребенка учить печатными буквами, с тем, чтобы он выполнял все требования, которые есть по программе русского языка. А потом потихонечку, потихонечку предлагала ему все-таки писать письменными, потому что, может быть, он дозреет, и моторика дозреет, и какие-то еще структуры дозреют, что он готов будет писать письменными. Да, правильно, вы поняли, что учебник Алашевый я использую для программы 8.2, потому что это хороший учебник. И, понимаете, а почему не использовать хороший учебник, даже если он рассчитан на программу 8.3? Единственное, что я, наверное, его прохожу быстрее, и я не вижу в этом проблем. Мы используем часто какие-то задания из учебников для коррекционной школы и в рамках нашего обучения, если там есть хорошие упражнения по русскому или хорошие задания по математике, хорошие задачи. Почему их не использовать? Потому что те традиционные учебники, которые рекомендуются для программы «Школа России», они недостаточны и не всегда очень хорошо составлены. Поэтому, если есть возможность взять что-то лучшее из программы других нозологий, почему нет? Мы очень любим обучать детей чтению по учебнику «Школа для глухих и слабослышащих». Там очень хорошие тексты, которые понятны нашим детям. Я не вижу в этом криминала. Единственное, что, конечно, по Брайлю мы детей не учим. А все остальное, пожалуйста, это ваш арсенал. Пользуйтесь. Используйте все, что вы можете использовать в работе. То, что педагогу на душу ложится, вот это и используйте. Если вы видите, что это вам подходит и вашим детям, конкретному классу подходит, используйте на здоровье. Ничего пугаться не надо. Мария, вот вопрос. На какие документы и нормативы нужно опираться при разработке адаптированной программы? За детей трат вариант 84. 84 – это СИПР. 84 – это СИПР. На самом деле, у кого есть вопросы по СИПРу, лучшей информации, чем на сайте CLP Pscove, вы не найдете. Возьмите себе на вооружение сайт CLP Pscove. Они занимаются детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Они очень хорошо разрабатывают документацию. Поэтому у них очень хорошие уроки, у них очень хорошие программы. Ориентируйтесь, пожалуйста, на наших коллег из Пскова. Есть ли по среднему звену что? Рекомендация программы среднего звена для детей сразу находится в разработке. Наверное, уже разработана, но утверждается. Она не очень может отличаться от программы обычной, потому что если дети поступают в обычную школу, в среднее звено, то они не могут сильно отличаться от основного класса. Единственное, что, конечно, требования по чтению, не столько по чтению, сколько по пересказу, должны быть другие. Все, что связано с речью, все, что связано с пониманием речи и с возможностью пересказывать, должно быть секвестировано. То есть должно быть упрощено, укорочено и так далее. Потому что это очень большая сложность, которая возникает у детей. Это же касается и изложений сочинений. Когда мои дети выполняют самостоятельные работы, нет самостоятельные, не объясняю ничего. Для облегчения восприятия текста. Нет, для незрячих нет, для неслышащих. Какие учебники вы можете переклиновать для облегчения восприятия текста? Вы сказали про учебники для незрячих. Нет, для слабослышащих и глухих. Какие вы можете посоветовать литературу для седьмого вида обучения? Я не знаю, какую литературу. Не могу сейчас сказать, какая литература. Если это педагог, то ориентироваться. В любом случае, в любом случае, литература. Если это ЗПР, то это задержка развития, она как бы в пределах нормы. Поэтому смотрите, адаптируйте немножечко задания. Адаптируйте. Не знаю, видно было или нет. Могу сейчас вернуться в презентации. Вот здесь, наверное. Да, ну вот здесь видно. Да, вот здесь мы обязательно разбираем задачи. Мы подчеркиваем важное. Учимся находить важное в задачах. Это для наших детей трудно, потому что это речь. С отсчетом, как правило, проще. Адаптируйте сами что-то. И уменьшайте количество требуемых работ. По сравнению с классом. Не нужно изобретать велосипеды. Это правда, это сложно педагогам, это сложно детям. Просто смотрите на то, что вы собираетесь дать на следующем уроке. И думайте, что можно из этого предложить для того, чтобы правильно оценить ребенка, у которого возможностей поменьше. Все, больше ничего не надо. Выжимать из ребенка все соки на то, чтобы он написал упражнения, которые он в принципе написать не может в силу своей моторики или медленного темпа. Но право не стоит. Выберите важное, что он должен будет сделать. Но сделать качественно. Не записывая все предложение в одно слово, а соблюдая границы слова, границы предложения и так далее. Потому что нельзя превращать жизнь ребенка и родителей в кошмар. Это не польза, это не обучение. Это как раз обучение со знаком минус. Ребенок должен все-таки понимать, что задание, которое он получает, оно конечное. И сделать его реально. Мария Ивановна, вопрос еще такой. Не читают и не знают все буквы. У нас еще нет самостоятельных работ. У нас еще самостоятельных работ нет. Наши дети, поскольку не знают все буквы и читают недостаточно хорошо. Некоторые уже читают, некоторые не читают. Но у нас пока нет самостоятельных работ. Мы по программе 8.2. По программе 8.1 дети уже написали. Недели две назад. Рад с первой самостоятельной работой. Ну, вот тут вопросы уже частного порядка пошли. Если девочка присписывается, отказывается писать некоторые слова, если они ставят вопрос. Возможно, что она их не понимает. Объясните смысл. Вообще, очень часто дети допускают ошибки в словах, которые они не понимают смысла. Не понимают, о чем они пишут. Поэтому, когда ребенок не понимает слова, то, конечно, он его напишет с ошибками. Напишет так, как он услышал. Объясняйте смысл слов. Спрашивайте все время, все ли понятно. Работайте над смыслом слова. Это очень важно. Это очень важно на первых парах. Учите детей подчеркивать незнакомые слова, когда они читают. Если они что-то не поняли, пусть они это слово подчеркнут. Потом обратятся ко взрослому, чтобы ему объяснили. Потому что иначе от них уходит содержание прочитанного тоже. Если ребенок спишет, но не видит границу строчки. Строчку выделять строчку по линейке красной ручкой. Пусть он ориентируется на красную ручку. Сейчас покажу. Мне кажется, я здесь давала. Да, вот смотрите. Вот здесь видно. Здесь выделена и красная строчка, строчка рабочая. И зеленым выделена строка, в которую он должен поместить заглавную букву. Видно, да? В тексте жук строчки выделены красным рабочие. И зеленым, вот зеленый над... Для заглавной буквы. Если ребенок, которому... Ну, программа 8.2 и программа 7.2. Прекрасно. Ничего плохого в этом нет. Это и есть инклюзия. Вопрос просто. Ребенок, которому рекомендовал ТПМПК, программа 8.2 обучается в классе с детьми, которые учатся в программе 7.2. Нормально? Только у ребенка с 8.2, наверное, должна быть дополнительная речевая работа, если есть речевые проблемы. Путает парные согласные. Является ли это полноценной ошибкой? Да, это ошибка. Парные согласные, да. Парные согласные либо не дослышат, либо не умеют их проверить. Вполне возможно, что не хватает словарного запаса для того, чтобы подобрать проверочное слово. Тренируйтесь, работайте над расширением словаря. Марьюска, у вас есть вопрос? Видимо, люди не слышали. В какой школе вы работаете? Я работаю в школе Федерального ресурсного центра. У нас начальная школа для детей с расстройствами аутистического спектра. Начальная школа. Мы реализуем программы 8.1, 8.2 и класс по программе 8.4. Находимся мы в Черемушках на улице Архитектора Власова. Дом 19. Строение 2. Нашей школе уже в этом году исполнилось 25 лет. Да, нашей школе исполнилось 25 лет. Мы раньше работали с детьми других нозологий, разных нозологий. И последние, не знаю, лет 12-13 мы работаем только с детьми с РАЗ. Наши старшие дети, наши старшие дети с РАЗ уже заканчивают. Вот мои, например, второй курс института заканчивают. Мой первый выпуск детей с РАЗ. Давайте посмотрим еще вопросы. Вопросы? Не вижу. Да, вроде бы... Вопросы. Марио Иосифовна... Марио Иосифовна, у детей с РАЗ, которые сейчас заканчиваются в нашем же месте, и которым очень сложно... Как можно резюмировать? Вот первый опыт, который вы получили, чтобы запускали от РАЗ? Во-первых, не бояться. Во-вторых, исходить из, опять же, из желания, из возможностей ребенка. Если ребенок категорически не желает что-то делать, то заставлять его не надо. Вы нанесете больше вреда, чем пользы. Поэтому ко всему надо подходить постепенно. Представьте себе, что перед вами ребенок гораздо более младшего возраста, который не может сразу ходить, не может сразу говорить. Мы к этому ко всему подходим постепенно. Поэтому и здесь тоже постепенно, предлагая ребенку, не может он работать по скайпу, пусть один раз заглянет в экран и уходит. Постепенно он приучится. Не может он работать самостоятельно, но пусть работает с родителями. Пусть делает то, что может. Пусть родители ограничат ему количество заданий. Может быть, для ребенка это кажется невозможным, это выполнить. Да, ставьте себя на место ребенка. Когда нам с вами предлагается большой объем работы, которую мы, наверное, не очень любим, не очень умеем, не очень хотим, у нас тоже волосы встают дыбом, мы ее отодвигаем на потом. Поэтому давайте создавать ребенку такие условия, чтобы он хотел это выполнить и видел, что у него есть видимая граница того, что он должен сделать. Тогда он это сделает с удовольствием. А так всем удачи, всем здоровья, всем терпения. Я думаю, что у нас все получится. Спасибо большое, Мария Иосифовна. Спасибо большое, Мария Иосифовна. Не за что. Всего доброго. До свидания. Спасибо за внимание. Спасибо большое за содержательное выступление. Я думаю, коллеги подчеркнули информацию, да, именно сейчас, когда мы все оказались в сложной для нас уже ситуации, да, и которая вдвойне укладна для наших детей. И сейчас, пока у нас есть немножко времени до следующего выступления, я бы хотела обратить ваше внимание на ресурсы, которые вы можете использовать, которые уже есть в свободном доступе на портале Федерального ресурсного центра, и которые, несомненно, помогут вам именно сейчас. Во-первых, у вас сейчас появится время посмотреть все эти материалы, семинары, вебинары и конференции, которые уже с начала работы Федерального ресурсного центра, с 2016 года, в постоянном режиме выкладываются в раздел видеозаписи и материалы мероприятий ФРС. Сейчас я дам ссылочку на портал Федерального ресурсного центра в чат, и вы сможете увидеть, какое огромное количество информации вы можете использовать уже сейчас. Все последние научные разработки, все методические разработки, различные подходы к коррекции детей с аутизмом, то, о чем вы услышите и сегодня, и завтра, неоднократно, в большом количестве уже представлено на портале Федерального ресурсного центра. И вот сейчас, чтобы вы не искали, я размещаю здесь ссылочку на этот раздел, «Материалы и видеозаписи», где вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Я прекрасно знаю, как загружены наши коллеги в обычное время работы, и сейчас, если есть какая-то пауза, и у многих появилось время что-то посмотреть в дистанционном режиме, никуда не выходя из дома, то вы уже сейчас можете это сделать, просмотрев то, что интересно именно в вашей работе. Дошкольное образование, начальная школа, различные подходы к коррекции, материалы по прикладному анализу поведения, по подходу флортайм, по логопедической работе, по ранней помощи. Все это уже сейчас есть в большом количестве на нашем портале. Кроме того, я видела, Елена Владимировна уже кинула ссылочку на учебно-методические пособия. Федеральный ресурсный центр продолжает выпуск ценнейших материалов на сегодняшний день для практикующих специалистов, для учителей начальных классов, для педагогов. На сегодняшний день у нас изданы уже, насколько я помню, семь пособий, и они продолжают издаваться. Всем видно ссылочку на пособие? Если вы сейчас на нашем портале, все это находится на вкладке, если зайдете в меню, на вкладке «Деятельность ФРЦ». Положение ФРЦ, Календарь событий, Повышение квалификации. И вот программное, методическое обеспечение, видеозаписи и материалы мероприятий ФРЦ. Здесь вы уже можете увидеть большое количество материалов, которые вам пригодятся в ближайшее время. Все материалы в абсолютно свободном доступе, все методические пособия в свободном доступе, полные тексты, полные видеозаписи, все материалы презентации вы сможете там найти. И я надеюсь, что именно сейчас то время, когда мы все будем обучаться в усиленном, в ускоренном режиме, не только наши дети переходят на дистанционное образование, но и все мы, и я вас всех призываю пользоваться сильнейшим ресурсом Федерального ресурсного центра, что то, что мы формировали за последние три года, все используют в вашей работе. Методические пособия по адаптации учебных материалов, по написанию адаптированных образовательных программ, по формированию жизненных компетенций, это все, что касается работы с детей с расстройством аутистического секса и интеллектуальными нарушениями в программе 8.3, 8.4 есть отдельная методичка, по психолого-педагогическому сопровождению. А, пожалуйста, пользуйтесь, знакомьтесь с этими материалами, и если у вас возникают вопросы, я еще раз призываю вас обращаться в режим дистанционного консультирования, по иммунному, по форме обратной связи на наш сайт, и вы обязательно получите ответ на ваши вопросы. Мы всегда рады всем, кто к нам обращается, кто неравнодушен к жизни наших детей, кто занимается коррекцией, воспитанием, развитием, и особенно важно сегодня, 2 апреля, в день информирования об аутизме, доносить максимум уже имеющейся информации до вас, до специалистов, до родителей, и показывать те источники, где вы можете получить информацию, если она вам необходима. У нас сейчас по программе как раз будет уже очень практикоориентированный семейный тренинг, который проведут для нас специалисты подкладного анализа поведения, специалисты-сотрудники ЭБИ-центра «Яркий мир ЭБИ», Князева Евгения и Ксения Ильина. Я надеюсь, они в ближайшее время уже к нам присоединятся. Я вижу их в эфире, Евгения, Ксения, вы можете уже выходить в эфир, если вы готовы. ое, просядно. Продолжение следует...